МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зимой 1969 года на дальневосточной границе СССР происходит несколько стычек с китайцами. У наших соседей территориальные претензии к Советскому Союзу. Якобы ряд небольших островов вдоль реки Уссури на самом деле принадлежат Китаю. Большими группами нарушители пересекают границу. Оружия ни у кого нет. Но все равно трудно поверить, что это мирные местные жители, как утверждает официальный Пекин. Отряды наших пограничников с трудом сдерживают эти провокации. Это было не стихийное выступление, как их представляли власти Китая, местных жителей, которым требовалась площадка для рыболовства, каких-то производства сельскохозяйственных работ. А это были инсценированные провокации для того, чтобы, может быть, добиться какого-то своего превосходства в политике, таким образом, таким путем, или прощупать наши возможности по защите рубежей Родины на этом участке. Китайцы машут красными книжечками с цитатами своего великого кормчего Мао. Выкрикивают лозунги. Все выглядит достаточно мирно, в какой-то степени даже забавно, если не знать, чем это закончится. К весне ситуация накаляется до предела. И 2 марта 1969 года доходит до открытого столкновения. Отряд хорошо вооруженных китайцев пересекает границу и занимает позицию на острове Даманский. Они особо и не скрываются. К нарушителям направляется группа советских пограничников. В их числе младший сержант Юрий Бабанский. Юрий Викторович Бабанский родился 20 декабря 1948 года в городе Кемерово. После школы идет учиться в ПТУ. В июне 1967 года его призывают в армию служить на Дальнем Востоке, на советско-китайской границе. 2 марта 1969 года Юрий Бабанский вместе со всей заставой поднят по тревоге. И мы все, кто был свободен от службы, в количестве 32 человек, выехали на остров Даманский, то есть в район нарушения государственной границы. Китайцы заранее подготовили там засаду. Более 300 человек, уже окопавшись, находились на рубежах острова, выгодных для нанесения по нам удара. Китайцы подготовили засаду под покровом ночи. И поэтому наши пограничники предполагали, что им противостоит небольшой отряд. Дается команда оружия не применять, магазины к автоматам не присоединять, чтобы ни в коем случае не было случайного выстрела, который мог бы спровоцировать конфликт. Возле острова командир заставы, старший лейтенант Стрельников, делит свой отряд на две части. Одна группа во главе с сержантом Бабанским обходит противника с тыла, а другая, ничего не подозревая, направляется к китайцам. Начальник заставы, старший лейтенант Стрельников с группой бойцов, ведет к нарушителям границы. Петров Николай Николаевич, он вышел к провокаторам с кинокамерой и фотоаппаратом. Он успел снять начало провокации. Через секунду провокаторы откроют огонь и прольется кровь советских пограничников. Они были расстреляны в упор по предательски китайскими провокатами, которые специально были выстроены на протоке в две шеренги. И готовые патроны, патронники были готовы и уже были расстрелены. Как только прозвучал сигнал, они сразу всех расстреляли. Никто не успел ничего сделать. Вторая группа пограничников спешит к месту боя. Они обогнули остров по периметру и оказались в тылу у китайского отряда. Все офицеры, включая начальника заставы Стрельникова, убиты в самом начале. Теперь старший по званию младший сержант Бабанский. Он принимает командование и вступает в бой. Кроме меня, старшего меня, младшего сержанта Бабанского, уже по званию и по должности, как вы говорили, на Даманском не было. Я выполнял свои обязанности. Я делал то, чему меня учили в школе сержантского состава, то, что я обязан был делать, как старший по званию, оставшийся в живых. Китайцы не ожидали такого упорного сопротивления. Они предполагали, что смогут быстро уничтожить наш отряд. Тогда, впоследствии, перед мировым сообществом, они бы представили этот бой совсем с другой стороны. Якобы мы же его и спровоцировали. Однако горстка пограничников во главе с Юрием Бабанским нарушила эти планы. Заняв позиционную оборону, они повели прицельный огонь. Но через два часа патроны кончились. И тогда Бабанский предпринимает отчаянный шаг. Он ведет своих солдат в рукопашную. Штык у нас был не пристегнут, он на поясе, а некоторые не было с собой. А прикладом автомата. Патроны кончились, как бы здесь. Наконец подходит подкрепление соседней заставы. Им командует лейтенант Виталий Бубенин. В небе появляется вертолет с группой десантников из резерва пограничного отряда. Китайцы начали отступать, и целостность нашей границы была восстановлена. К этому моменту уцелело только пятеро бойцов. Погибла почти вся застава. Остались живых люди, которые находились на службе, на другом участке границы, на другом планке заставы. Остались живых повар и дежурный, часовой по заставе. Ну вот такое небольшое количество. Ну и вот нас вот пять человек. Всего в бою 2 марта 1969 года на острове Даманский погибло 49 человек. На заставе проходят торжественные похороны. Вскоре в память о героях-пограничниках установят обелиск. И теперь все группы именно отсюда будут заступать на охрану государственной границы. Каждый из них достоин этого звания героя. Он совершил этот подвиг. Он совершил, отдав свою жизнь за защиту границ, за защиту отечества. И, естественно, он имеет право на эту звезду героя и называться героем. Но я никогда не забывал и не забываю о том, что эта звезда принадлежит им всем. В первую очередь погибшим ребятам. После 2 марта на границе наступает относительное затишье. Но все понимают, оно временное. Сержанта Бабанского, как непосредственного участника первого боя, хорошо знающего местность, определяют в разведгруппу. Мне была придана группа, в количестве семи человек, разведчиков, которые на протяжении вот со второго по следующей еды, значит, выполняли разведфункции. И аккумулировалась эта информация вся, которая позволяла сделать вывод о том, что китайцы готовят новое, более масштабное побоище. Второе столкновение произошло 15 марта. На этот раз применялась военная техника. На поддержку пограничников выдвинулись регулярные подразделения советской армии и дивизион гвардейских минометов БМ-21, известных под названием «Град». Они нанесли залп в кульминационный момент боя, и его исход был фактически решен. Китайцы окончательно отступили и больше не предпринимали столь масштабных действий на границе. Уже в апреле 69-го года сержанта Юрия Бабанского и лейтенанта Виталия Бубенина вызывают в Кремль для вручения золотых звезд. Бабанский волнуется. 20-летний паренек впервые в Москве. А тем более ему сообщили, что во время церемонии он должен будет сказать ответное слово. Поблагодарить руководство страны. Как сказать, что сказать. Я до этого никогда не занимался публичными выступлениями. Даже на комсомольных собраниях можно так сказать. А тут в Кремле, да, при присутствии, будут присутствовать Брежнев, Подгорный и прочее. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе огласил указы о награждении. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный вручает золотую звезду Героя и Орден Ленина старшему сержанту Бабанскому. После награждения Бабанский возвращается на Дальний Восток на заставу. Вскоре он должен увольняться в запас. Он собирается вернуться в свое родное Кемерово и работать по специальности, полученной еще до службы. Но ему неожиданно предлагают остаться в армии. Мне руководство пограничного войска заявило о том, что я обязан остаться, я должен это сделать, потому что погибли ребята, я нашу звезду. Это все общее, они мне об этом напоминали о своем долге перед Отечеством, перед друзьями своими. Но я долго сопротивлялся, честно признаться. В итоге молодой сержант все же остается на военной службе. Ему, правда, дают краткосрочный отпуск, чтобы он мог навестить родных. И герой-пограничник летит в Кемерово. Шел еще снег в Кемерово, самолет приземлился в аэропорту, и в аэропорту было огромное количество людей. Кто их туда пригласил, кто повестил, я до сегодняшнего дня не знаю. Но родичи оказались, родители, которым я не писал и не говорил о том, что я приеду, значит, там все были и мама, и отец, и братья, и сестры, и прочая невеста. Юрий Бабанский в центре всеобщего внимания. Журналисты, телевидение. Встречи следуют одна за другой. Это не случайно. Ведь фактически он первый со времен Второй мировой войны герой Советского Союза, о котором можно говорить открыто, и который получил это звание за настоящий бой. Да, конечно, в 1953-м за Корейскую войну получали звезды герои-летчики, в 1956-м за Венгрию награждались танкисты и десантники, но про них никто ничего не знал. Они были секретными героями и даже давали подписку о неразглашении. Поэтому сибирский парень из Кемерово – идеальная находка для советской пропаганды. Потом будут Московское пограничное училище, Академия общественных наук и суровая жизнь офицера-пограничника. Генерал-лейтенант Юрий Бабанский закончил службу в 1995-м году в должности заместителя командующего пограничными войсками Украины. Сейчас он живет в Москве. Иногда ездит на Дальний Восток почтить память своих погибших товарищей и верит, что между Россией и Китаем никогда не будет войны. Мне этот бой не забыть нипочем. Смертью пробит он воздух, А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды... А с небосклона бесшумным дождем Падали звезды... КОНЕЦ ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...